Тигина Теперь от желающих отбоя нет. Да, команда ищет футболистов, но в целом не таким способом. Об этом говорят сами игроки Тигины. Потому что там на сайте написали всем желающим, как будто на завод куда-то. Футбольная команда не завод, тут надо иметь мастерство, и играть, и опыт должен быть нормальный, и школа хорошая должна быть. Так просто нельзя. Пришли очень большое количество молодежи, тоже благодаря соцсети. Не знаю, хорошо это или плохо, но посмотрим. Я пришел, я хочу, это ты молодец, вопросов нет. Но покажешь себя, молодец, достойно будет, а нет, ну пожалуйста, как бы не особо. Профессиональные больше ребята нужны, потому что у нас задача выйти, но у нас задача не просто играть в чемпионате. Город всегда был футбольным и всегда хочет играть в национальной лиге. Например, защитник Руслан Гадевич, игрок опытный, воспитанник Академии Шерифа. 9 лет играл за желто-черных. Прошлый сезон провел в Динамо-Авто, теперь на просмотре в Тигине. Позвонил тренер Николай Иванович Мандриченко, сейчас он ушел в отставку, пригласил в команду, сказал, что хочет видеть меня в команде. Подобный случай уже был. 10 лет назад Бельская Олимпия тоже искала в интернете футболистов. За деньги. Таким образом, желающие становились частью команды. Им даже обещали выход на поле в матче Лиги Европы. Но с Тигиной ситуация обратная. Клуб ищет игроков, умеющих играть в футбол. И делать бизнес на этом не собирается. Сейчас в Тигине 12 футболистов. Команда нуждается в усилении на всех позициях. В защите, средней линии и атаке. Время для подбора новичков есть. До старта чемпионата остается чуть больше месяца.